Сквер «Выставка цветов» в Московском районе – связующее звено между Центральной площадью Героев и сквером Грабина. Благоустроить последний позволили федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» – национального проекта «Жилье и городская среда» еще в 2019 году. Теперь настало время сквера «Выставка цветов». Подрядчик начал благоустройство в марте, и хотя перечень задач не маленький, работы идут с опережением графика на месяц. В районной администрации контролируют процесс благоустройства практически в круглосуточном режиме. Об этом и докладывает глава района, главе города Юрию Шалабаеву. Мы 12 деревьев убрали аварийных, 29 сажаем новых, и плюс еще 90 штук различного вида кустарников. Демонтаж брусчатки произведен, как вы видите. Монтаж уже практически на 80-70% систем уже выполнен. Кроме этого, у нас здесь был 11 старых опор освещения. Сейчас мы ставим 13 новых светильников. Меняем тоже в рамках контракта с инженерными сетями еще 10. Лавочки урна. И установка шести лавочек, шести урн. В сквере располагается важное памятное место для жителей района – мемориал воинам, погибшим в Афганистане и Чеченской республике. Очень важно, конечно, что занялись нашим памятником. Здесь нам было маловато места, очень много собирается. Случайшиеся школы мы приглашаем, техников нашего района. Приходят семьи погибших. Здесь у нас бывает военный оркестр, военные приходы с маршем проходят здесь. То есть все торжественно. Салют у нас здесь, во-первых, как говорится, проходят мероприятия у нас. У нас в первых рядах стоят семьи погибших ребят. Мамы, отцы, сестры, вдовы. Конечно, им приятно, что не забывают, что что-то хотят сделать, что-то улучшить. Несмотря на юный возраст, ученики соседней школы номер 115 тоже следят за благоустройством и высказывают свои пожелания. Мы здесь регулярно гуляем, из школы мы ходим домой, по этому скверу. Хотелось бы здесь видеть, наверное, лавочки, обязательно урны, хорошее освещение. В принципе, этого достаточно. В основном каких-то больших замечаний нет. Качество работ устраивает. Действительно, хорошую площадку укладывают, качественно, бордюр. Все ведется согласно нормам строительства. В Московском районе по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустраивают еще три пространства. В Московском районе будет благоустроено в этом году четыре общественных пространства. Вот это сквер «Цветы», где мы находимся, сквер «50 лет Победы», на улице «50 лет Победы». Сквер во дворах улицы Куйбышева, 1, 3, 5. И так, четвертое общественное пространство у нас – это Красная Зория, Павла Орлова и улица Красная Зория. Там большое общественное пространство. На данный момент подрядчики работают все в графике. Срок окончания работы у кого-то 1 июля, у кого-то 15-го. Пока опасений по объему выполненных работ у нас и по графику нет. Дорогу осилит идущий. С каждым разом все лучше, лучше, лучше. И если те вопросы, которые поднимались там несколько лет назад, они уже сейчас просто неуместны. И администрация, и подрядчики, они приобретают опыт формирования, принятия, разработки, создания таких вот общественных пространств. Это просто замечательно. Сейчас в Нижнем Новгороде активные работы по благоустройству по федеральному проекту формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда» идут на 31 объекте. Всего в этом году в областном центре благоустроят 36 общественных пространств. Вообще в Нижнем Новгороде работы по благоустройству вошли в самую активную фазу. Такого масштаба, конечно, не было. Только по национальному проекту «Жилье и городская среда», по федеральному проекту формирования комфортной городской среды мы благоустроим 36 общественных пространств. Плюс еще работы ведутся центром 800. Это порядка 13 общественных пространств, знаковых для Нижнего Новгорода. Есть работы по малому благоустройству. Это тротуары, дороги, освещение, фасадные части, дополнительное озеленение по всей территории города. Подрядчики обязаны выполнить все работы к юбилею Нижнего Новгорода. Елизавета Виноградова, Время новостей.